Здравствуйте! Это программа «За дело». Я Елена Афанасьева, и сегодня мы поговорим. А поговорим мы об особом виде искусства, который входит в жизнь каждого из нас, помимо нашей воли. Стрит-арт, граффити – всё это появляется перед нашими глазами в наших городах и регионах, не спрашивая нашего разрешения. А кто же решает, хорошо это или плохо, что можно рисовать на стенах, а что нет, и кто из художников может это делать? Давайте обсудим этот вопрос сегодня с нашими гостями, а для начала посмотрим сюжет об истории этого особого вида искусства. Стрит-арт называют уличным искусством. Это использование городских территорий для различного рода арт-проектов. Термин стал популярен в начале 80-х годов прошлого века. Жандры возникли раньше. Например, история граффити берет начало в США 20-х годов. Там стали появляться рисунки на товарных поездах. Развитие граффити случилось в Нью-Йоркском метро. Надписи считали вандализмом, художника за них могли арестовать, потому начал набирать популярность иной жандр – трафарет. С ним рисунок можно нанести быстрее. С граффити и трафаретов начинал свою карьеру и всемирно известный Бэнкси – английский художник, чье творчество относят к стрит-арту. Несмотря на его популярность, до сих пор неизвестно настоящее имя человека, скрывающегося под этим псевдонимом. Первые его работы относят к 90-м годам 20-го века. Еще одним направлением стрит-арта можно считать инсталляции. Для примера, современный американский художник Марк Дженкинс делает городские скульптуры из прозрачной пленки и скотча. Новый этап развития стрит-арта связан с жанром муралы. Это масштабные изображения на фасадах домов. Так маркетологи, городские администрации, творческие объединения начали активно использовать язык уличного искусства. В России самым известным художником был Павел Пухов. Его считают основоположником русского стрит-арта. Называли русским Бэнкси. Он стал известен всему миру под псевдонимом Паша-183. Более 15 лет создавал арт-объекты и рисовал на стенах в разных уголках Москвы и других городах страны. Последние годы выставки граффити довольно часто проводят в помещениях музеев, галерей искусства. В том числе не осталось в стороне Третьяковка. Большой популярностью пользуются фестивали стрит-арта, где работы создаются на глазах у зрителей. Такие регулярно проходят и в России. Фестивали стрит-арта это, понятно, такое шоу, хэппининг, события. А как, Александр, объясняется то, что уличное искусство заходит в галереи, в музеи? Ну, эта ситуация возвращает нас опять-таки к 80-м годам прошлого века, когда граффити переживает настоящий бум. Этот бум одновременно был и вызовом традиционным институциям, системе галерей, системе музеев, потому что было не очень понятно, как... То есть все понимали, что это очень яркое явление, это новое явление, явление, за которым будущее, но было совершенно непонятно, как с ним работать с коммерческой точки зрения. Если мы говорим как бы вот о совокупности стрит-арта, понятно, что стрит-арт это явление гораздо более широкое. Это не только живопись на стенах, это и разного рода скульптуры, объекты, да, это партизанинг. Так, вот это поподробнее, это новый термин для зрителей? Ну, то есть это разного рода как бы практики, которые могут использовать... Перформансы какие-то. Художники не обязательно перформансы. А, Даша, это ваше произведение. Может, расскажете два слова о том, что это за произведение, как оно называется? Это зеркальная мозаика, мы такие... Я с мужем, у нас проект небесной рыбы, Skyfish. Делаем такие объекты в городе, вот конкретно этого товарища... В городе? Да, завод «Броненосец» Джон. Где он должен быть размещен? На стене. Просто домов? Да, просто домов вот таких максимально простой городской застройки. А кто решает, на каком доме можно разместить, на каком нельзя? Вам дает кто-то заказ на эти работы или это ваша инициатива? Ну, когда работа очень большая, то есть вот когда на монтаж требуется месяц или два, тогда, конечно, спрашиваем, потому что мы будем одеваться, вот. А если что-то такое маленькое, то просто приходим, клеим, и все. И дальше, как ты говоришь, судьба за нас сама все решила. Выходят утром жители и видят прекрасного броненосца у себя на подъезде. А дальше их могут или расколотить, или... Или не расколотить. Тут есть два варианта. Иногда сразу приходят коммунальные службы и счищают это с применением отбойных молотков. Иногда приходят коммунальные службы и при ремонте обкрашивают это все по контуру. Это прямо очень мило. Иногда они приходят и закрашивают все целиком серым. Например, у нас такая была история с лисичкой в Настасинском переулке. Там девятихвостая лисичка. И ее уже раз в восемь закрашивали коммунальщики. И каждый раз приходят люди и монетками ее очищают. И вот просто каждый раз это очень трогательно. Даша, а почему не обратиться как-то официально к властям, чтобы это было легально, без вандализма, и коммунальные службы бы уже не закрашивали? Ну, я честно сказать, я пыталась. Когда речь идет действительно о больших работах, душа-то стремится к высокому масштабу. Большие работы я, конечно, пыталась согласовывать, но это очень бюрократически непреодолимо для меня. Я не могу, не дал мне Бог такого таланта. Потому что это очень сложно. Например, мой экс нас попросил пожизненное обслуживание. То есть, в общем, если кто-то вашу мозаику разобьет, то вы, значит, приходите и за свой счет... То есть мы это как бы за свой счет делаем, а тут вы еще приходите и за свой счет реставрируйте. Вот мне интересно. То есть от тех, кто им там стены красит или плитку кладет, они им тоже такие условия ставят. Что, в общем, если кто-то это испортит, то они это должны за свой счет реставрировать. А как, на ваш взгляд, что должна сказать Дарья, принимающим решение, чтобы убедить, что это городу нужно? Как вы думаете? Ну, поскольку я являюсь членом художественного эксперта Совета при Департаменте культурного наследия, ведь все это рекламентировано законодательно. Тут не коммунальные службы решают. Значит, вопрос стоит так. Мы решили облагородить эту территорию. Соответственно, это должно быть предъявлено властям московским. Должен быть предложен конкурс. Мы даже раскладываем. Конкурс должен быть пройден. На него должно быть заключение художественного эксперта Совета. И тогда это то, что город берет на баланс. То, что если она побеждает, если дается санкция на его утверждение, то, пожалуйста, дальше процесс идет легально. Зачем сколупывают маленькие изображения? Это достаточно мне трудно сказать. В общем-то, они... Не всегда. Примерно треть. Не всегда, да. Примерно треть. Ну, это же совершенно безобидная вещь, чего бы ей не стоять в каком-то месте. Да, это уже, мне кажется, просто какое-то самоуправство и проявление своей власти местными товарищами, которые решают власть употребить. Какой-нибудь броненосец или лисичка, собственно говоря, никакого общего влияния на контекст данного ландшафта не оказывают. Когда вещь большая, да. Ну, возможно, те, кто сколупывает или закрашивает, так выражают свое художественное отношение к этой работе. Я вас умоляю, никакого художественного отношения там, конечно, нет. Вот должен быть порядок. Нам без белил никак нельзя. Вот эта вот доска... Ну, да, вот сказали, от забора и до обеда. Вот они и красят, никому не вникают. И все закрашено, да. А кто все-таки должен определить, искусство это, стрит-арт это, или это просто, ну, не хочется говорить вандализм, ну, такое самодеятельность? Мне часто говорят. Вот, говорят андальцы. А кто должен определить это? Ну, давайте честно скажем, значит, во-первых, мы имеем дело с практиками художественными или творческими, если они на определенном уровне, а не художественные практики. Если просто творческие практики, это, конечно, все очень хорошо. Но общественное пространство принадлежит не только этому творцу, понимаете? Оно потому и называется общественным пространством. К тому же, американцы, конечно, обожают присваивать себе первооткрывательные, но граффити существовали с незапамятных времен. Если мы откроем книгу «Город солнца» Компанелла, то там прямо прописано все, как должен быть украшен город изображениями. Но эти изображения должны нести определенный смысл, вкус и так далее. Если мы обратимся к эпохе Возрождения, то по всей Европе у нас, извините, все это украшено росписями, что в Пизе, Палаццо Медичи, что даже в Польше, в Легнеце, была потрясающая роспись на стене. На самом деле, быки пещеры Альтамира, в общем, тоже не на холсте написаны. Да, они не на холсте написаны, но здесь то, что украшает именно улицы, уже будем говорить улицы, безусловно, это имеет огромную историю, огромную практику. И вопрос стоит в качестве. Что узнают о нас потомки по нашей наскальной живописи, в частности, по броненосцу? Даша, что о нас узнают? Хороший вопрос. Они узнают, что мы как бы хранили, как это, культура, это не хранение пепла, это передача огня, то есть, да, в общем, в нем заложены традиции монументального искусства. Тут и искусство витражей, и мозаичное. Но от себя мы добавили в это интерактивность, то есть, он взаимодействует со зрителем, он мимикрирует в пространство, то есть, он не агрессивный. Это как бы вот в рамках новой этики, когда не должно быть, ну, не приветствуется, скажем, визуальный шум, то есть, изображение и вообще вот такое воздействие, искусство не должно быть агрессивным. Оно должно быть деликатным. Человек может обратить на него внимание, может вообще его не заметить, потому что, в принципе, в городе они сливаются с ландшафтом, отражают окружающие предметы, свет, растения, дома, там, человек, который смотрит. Спасибо. Татьяна, а что вообще по стрит-арту должен, что стрит-арт современный должен сообщить потомкам о нас? Есть несколько вещей. С одной стороны, это выражение определенной системы ценностей всегда, художественных или социальных, или каких-то идеологических, поэтому это наши ценности, это наши смыслы. Но в то же время, в отличие, может быть, от того, что мы храним в музеях как признанное культурное, художественное наследие уже, здесь гораздо больше, я бы сказала, повседневности, живого переживания, живой жизни. Конечно, я считаю, и смыслы, и ценности, и настроения, и в то же время даже в чем-то в художественные вкусы, конечно, оставляют потомку. Я бы все-таки хотела вернуться к началу и развести два понятия, да, потому что, когда Дарья будет спрашивать разрешение у властей, это будет паблик-арт. Паблик-арт. Это разрешенное искусство, когда вот атриум на Курской расписывают, это типичный паблик-арт, где согласуются эскизы, где искусство выполняет совершенно другую функцию. Есть художественный совет, да, есть определенный запрос социальный, не знаю, да, мы видим очень много там работ, которые делаются в соответствии с политическими запросами. Когда заказ сверху. Когда есть заказ сверху, да. А когда Дарья сама вешает, это стрейт-арт. Вот мы, наконец, прекрасно разделили два понятия. Возвращаемся к вопросу, чем отличаются, может быть, агрессивные надписи, которые есть искусство, граффити, от того, что раньше писали на заборах и сейчас иногда тоже пишут? Глобально на самом деле ничем. Да, здесь вопрос, когда мы пишем на заборе, есть ли за этим некое художественное высказывание. Я думаю, что в большинстве случаев художественного высказывания нет, да, а есть простое хулиганство. Когда все-таки к хулиганству добавляется еще некий художественный жест, когда это несет какой-то определенный смысл, когда в этом есть некое творчество, да, тогда можно говорить уже о творчестве или искусстве. Давайте посмотрим еще один сюжет и продолжим обсуждение. Два года назад в Нижнем Новгороде обычный трамвай стал культурной площадкой для мероприятий и магнитом для туристов. Вместе с вами мы скоро отправимся в путешествие по современному искусству в городе Нижний Новгород. Реализовали идею Аси Голубевой арт-трамвай на средства от президентского гранта. Два миллиона рублей и четыре месяца кропотливой работы художников превратили трамвай в передвижную галерею современного искусства. Мы, в общем, обрадовались, что нашу инициативу поддержали на федеральном уровне. Мы ждали полгода, когда нам выделят трамвай, мы его сделали, арт-объект на колесах. Люди реально его ловили, фотографировали, видео снимали. Очень гордились Нижегородцы тем, что у них есть такой трамвай. Но с мая 23-го года арт-трамвай перестал курсировать по маршруту. Во время ремонта общественного транспорта сотрудники трамвайного депо случайно закрасили работы художников. Как это возможно? Как у людей поднимаются руки на подобное? Я, честно, очень плакала и в состоянии вот этих там слез я стала звонить везде. Ну, я только, наверное, губернатору не позвонила, потому что у меня нет личного телефона его. Огласка дала результаты. Аси принесли извинения, а замгубернатора пообещал вернуть городу любимый арт-объект. Восстановленный трамвай планируют запустить в 2024 году. В городе появился состав разрисованной граффити. Сегодня живописный вагон впервые вышел на линию. Из-за аварии город был лишен трамвайного сообщения почти неделю. Все это время обесточенный вагон простоял на одной из улиц. Этим и воспользовались местные граффитисты. Десять лет назад на Северном Урале уже была попытка создать арт-трамвай, но случайная. Пока полиция искала вандалов-художников, осквернивших половину вагона, власти объявили конкурс на лучший городской рисунок для трамвая. Пойманные молодые художники раскаялись и покрасили вагон снова, но уже учитывая желания жителей и города. Здесь очень важно не только придумать проект, чтобы он был социально полезный, чтобы он был действительно нужным и важным для зрителя. Даже когда мы выходили, например, в арт-рейды, и некоторые жители подходили и говорили, слушайте, а нам кажется, что это вандализм. Художники проекта «Арт-патруль» закрашивают рекламу запрещенных веществ и нецензурную брань рисунками-трафаретами. Сегодня проект вышел на всероссийский уровень. Художники и волонтеры закрасили уже более тысячи надписей по всей России. Главный активист Лижнего Новгорода – Ася. И вы знаете, когда мы ребят зовем, они приходят и говорят, что правда можно баллончиком на здании? Вау! Ну то есть, как бы, у них с одной стороны запрещенка, а с другой стороны это разрешено, да еще и администрации города. Для меня художник и, как бы, творец, они неотделимы от социальной функции. Я в целом, сколько себя не помню, я всегда людям помогаю. Я помогаю через искусство. И делаю это уже больше десяти лет. Для меня просто искусство – это некий инструмент помощи. И по-другому. А я просто не могу по-другому. Александр, а я правильно понимаю, что история про трамваи в Красно-Туринске, которые сначала просто расписали, а потом уже согласованы с городом, это художники перешли из стрит-арта в паблик-арт? Ну, фактически, да. Хорошо. Тогда давайте поговорим, кто же все-таки, какие темы являются разрешенными, а какие не проходят отбор. Есть ли возможность согласовать и работать в паблик-арте, или художник хочет самовыражаться, не согласуясь ни с кем, Дарья? Естественно, конечно, все хотят выражаться свободно. Паблик-арт – это скорее работа. То есть это такой коммерческий проект. Воспринимается не как свободное творчество. В стрит-арте художник хочет выражать те темы, которые что, не могут быть согласованы с городом? Так ведь дело не в темах. А в чем? А в качестве художественного решения. Ну, вот рисовали одни и те же художники на трамвае, сначала не согласованы, городу не понравилось. Наша задача – не загрузить город дурно вкусим, что происходит, к сожалению. Ну, если не в 90-е, то в 80% случаев. Так это было реально художественное решение. Это самый интересный вопрос. Кто определяет дурно вкусе это или это, возможно, новое слово, которое потомки оценивают? Определяется, безусловно, достаточно просто. Настоящее искусство несет в себе определенную нагрузку ценностную. Оно, собственно говоря, создавалось для того, чтобы давать социально-ценностную ориентацию индивидууму. Несет в себе эту систему ценностей искусства. Что не несет? Вот девушка громко заявляет, я помогаю людям через искусство. Так пусть люди, они скажут, что она им помогла. Конечно, можно всегда идти по пути согласования текущих общественных вкусов, ценностей и даже социальных настроений. Но мы понимаем, что город, современный город, современное общество, это очень часто, в том числе, конфликт. Это очень часто социальные преобразования. Мы все помним Бразилию, да, Сикеирос, Ривера, когда это люди, Ривера, которые вышли и сделали, выразили настроение народа. Выразили фактически, я бы сказала, даже революционные настроения, которые важны были для всего общества, как взрыв. Они были вызывающими. Они не соответствовали канонам, тем более-менее традиционным канонам искусства на тот момент. И мы сейчас все признаем мощнейшее значение этого жеста. Но систему ценностей несли. И сегодня, конечно, и с эстетической точки зрения это беспроводно признается, ну, очень мощным авангардным ходом. Вот если мы говорим про стрит-арт, там все-таки, мне кажется, есть стремление обратиться к жителям города, может быть, к своей социальной группе, может быть, шире. Но все-таки есть гораздо более выраженное стремление идти на контакт с городом, с жителями, с современным обществом, с современной жизнью. Мне хотелось бы, Даша, немножко скорректировать то, что я сказала. Потому что, вы поймите, в этом экспертном совете не заседают представители власти. Так, давайте, это очень интересно. Там находятся только художники с очень большим художественным опытом. Это комиссия членов союзов художников? Нет, это экспертный совет при департаменте культурного наследия. И кто определяет, кто туда входит? Кто определяет, кто эти художники? Приглашали художников, ведущих художников. То есть, приоритетство Москвы приглашает тех художников, которых считает вправе определять политику художнику? Нет, так вопрос не стоит. Художники, которые показали свою способность создавать достойные произведения искусства. Еще раз я формулирую тогда так. Правительство Москвы, департамент культуры, они решают... Культурного наследия. Культурного наследия. Они решают, кто те художники, которые будут определять, можно или нельзя. Так? Они набирают художественный экспертный совет. Далеко не все туда идут, никому не хочется там особенно сидеть, работать, это все разбирать, анализировать эти проекты. И, наконец, мы собираем определенный круг людей, которые готовы уделять время, силы, внимание. Это и архитекторы, это и скульпторы. Полтора искусствоведа. Вот, это самое большое, я бы хотела, чтобы было побольше. И очень серьезные дискуссии порой идут. И очень часто вещи отправляем на доработку и показываем художникам. А о чем спорят? Спорят о композиции, о адекватности решения, о взаимоотношении с ландшафтом. Между прочим, саму творческую структуру вообще вторгаются крайне редко. И если есть какие-то замечания, то я могу четко сказать, что они серьезные и правильные замечания. Ольга, а какой процент, например, от тех работ, которые отвергаются, не допускаются? Очень небольшой. Ну, примерно. Ну, я не знаю, процентов пять. А я все-таки уточню, Дарья, для чего вам это? Ради свободы. Вот это искусство уличное, не пабликарт. Это свобода. Это там, где художник действительно может высказаться. Художник, мне кажется, остается художником, пока у него есть эта свобода высказывания. Должен ли художник думать о том, кто будет видеть это? И не только протестовать против? Если он хочет заниматься искусством, он не должен думать о том, как вообще на это кто-то отреагирует. Абсолютно. Потому что как только творец начинает думать о том, как это воспримут, все, это уже начинается работа по заказу. Настоящее монументальное искусство является всегда искусством социального заказа. Дело в том, что прекрасно понимается, что произведение воспримется или не воспримется. Тогда оно будет... А кто берет, извините, Ольга, кто на себя берет ответственность, сказать, это произведение 100% воспримется, а это народ не поймет или не примет? А вот народ просто сам не понимает и не принимает. Но для этого же надо это произведение сделать, если оно монументальное, но дорого. Я не буду спорить, что, естественно, любое появление искусства на улице, в общем, это как бы не жест художника, разговор художника с обществом. Мне кажется, что это очевидно. Но я бы здесь вот вернулась к той самой идее, что все-таки искусство, оно как бы не обязано нравиться. Искусство не обязано быть чистой эстетикой. И как раз, наверное, если мы говорим о современном искусстве, то искусство должно провоцировать вопросы. Тогда получается, по-вашему, вот как вы нам разложили, получается тогда, что стрит-арт это искусство, а паблик-арт не совсем, потому что стрит-арт выражает эмоцию, оно вызывает общество. А паблик-арт, получается, согласовано все с властями, значит, не так. Или нет? Ну, простите, Сикстинская капелла, в общем, паблик-арт. Да, вот так, по большому счету. По большому счету. Конечно. Вопрос тогда, Александра, а как спасти стрит-арт, который может не нравиться властям, как его сохранить до того времени, когда будет понятно, арт это или просто надпись на заборе? Все дело в том, что художник стрит-арта, он как бы сразу заранее соглашается с тем, что его искусство недолговечное. Он признает за обществом право уничтожить его произведение. Кстати, вот про Сикстинскую капеллу чудесный пример вы привели, но к ней было разные отношения. Не говоря уже о том, что их потом одели. Это же были сначала обнаженные фигуры. А как решается противоречие? Вот художник сама выразился, а мне, жителю этого дома или квартала, это не нравится и кажется мазней. Ну, на самом деле это касается не только стрит-арта, но и паблик-арт. Очень многие скульптуры, которые поставлены, очень... Ругают, возмущаются и каким-то образом пытаются повлиять на это. Может быть, пишут, обращаются к властям, чтобы это было или демонтировано, или закрашено и так далее. Поэтому это все такие общественные отношения. Всегда ли они хорошо выстроены? Да нет, всегда плохо. Насколько у жителей есть, скажем так, возможности, кроме возмущения и так далее, очень ограничены. Спасибо большое. Давайте посмотрим еще один сюжет, как живет стрит-арт в городе. Это Екатеринбург. Его часто называют столицей стрит-арта в России. Весь город – галерея уличного искусства. В каждом районе уникальные граффити. Эта линия первая в России стрит-арт-линия. И она объединяет несколько десятков арт-объектов, созданных в рамках фестиваля. Если по ней гулять, можно гулять в течение трех часов. По этой линии вводятся экскурсии. И это помогает широкой аудитории знакомиться с большим количеством арт-объектов. Анна Клец – организатор и координатор самого крупного фестиваля стрит-арта, который с 2010 года проходит в Екатеринбурге. Называется он «Стенография». Начинать всегда сложно. И когда мы начинали, у нас жители города очень осторожно относились к тем, кто рисует на улице. Потому что восприятие было такое, что тот, кто рисует на улице, – это хулиганы. Их нужно обязательно выгонять, вызывать полицию. Всегда были конфликты с прохожими, с жителями, наблюдателями. И у нас даже были специальные люди на фестивале, которые ездили по отделениям полиции и вытаскивали оттуда художников, организаторов. Сама лично несколько раз проводила там время для того, чтобы вызволять оттуда наших участников. Несмотря на то, что у нас были разрешающие документы на работу. Город был не привык к такому. То есть если сравнивать с тем, как было тогда и как сейчас, – это две огромные разницы. Сейчас у нас можно спокойно в центре города, несогласованно делать работу, и тебя никто не трогает. То есть люди настолько привыкли, что у нас постоянно ведутся какие-то художественные работы по городу. И это уже абсолютно нормальное повседневное явление. Стенография каждый год открывает новых авторов, кто помогает и местным жителям, и ценителям уличного искусства переосмыслить окружающее пространство. Здесь показывают на деле, что безликие серые постройки можно превратить в достопримечательности. В этом году участниками фестиваля стали 40 художников из России, Германии, Казахстана, Турции и Испании. В столице Урала появилось 50 новых объектов стрит-арта. Дарья, а у вас случались конфликты с полицией? Вот, у нас, конечно, иногда полиция приезжает, но мы говорим, что мы действуем в рамках фестиваля «Лучший город земли». Вот у нас эскиз. Эскиз вообще – это лайфхак просто для всех стрит-артистов. Эскиз должен быть с печатью, утвержденный? Нет, ну откуда? Нет, я могу, конечно, и печать нарисовать, но… Нет, просто эскиз, что вот у нас тут… Мы ничего плохого не напишем. Ментальное искусство, да. Вот у нас эскиз, вот у нас работа. То есть пока конфликтов не было. То есть вот работу уничтожали, да. Но и спасали при этом, кстати. Вот насчет слова общественности. Была у нас такая история. Одна из первых работ проекта «Небесные рыбы» – это Ника на Часовой улице, дом 7. Там было такое панно, посвященное войне 812 года. И в какой-то момент у этого здания поменялся собственник, и этот собственник начал там ремонт. И счистил, в общем, большую часть этого всего. Когда дело дошло до Ники, вышли люди, жители. Вот, встали просто и сказали, что все, значит, сейчас мы тут позовем полицию, хоть вы и собственник, но мы вам этого, значит, сделать не дадим. И теперь это символ района, она там, значит, во всех пабликах. Отлично. А как вам кажется, Дарья, какое будущее у стрит-арта? Как художник, вы как это видите? Я вообще, честно говоря, вообще за будущее искусства. Ничего такого твердого сказать не могу. Я знаю, что, в принципе, искусство – это неотъемлемая часть вообще человеческой цивилизации. Мы без этого, мне кажется, вообще перестанем быть людьми, если совсем уж искусства не будет. А насчет уличного искусства, возможно, оно перерастет в какие-то, ну, та часть, которая искусство, она действительно перерастет в какие-то такие конфликтные формы. Потому что сейчас наша среда, она очень, ну, такая бесчеловечная. То есть, в общем, многие смотрят на всю эту типовую застройку, стакады, этот транспорт. Почему все хотят так это расписать, как-то пометить, сделать свой текст. Это такой момент, ну, как бы присвоения и очеловечивания. Потому что эта вся среда, она кажется бесчеловечной, очень, ну, такой недружеский, агрессивный. И вот смотря по тому, куда движутся строительные технологии, дальше будет только хуже. Оно будет все более и более бесчеловечным. Татьяна, как вам кажется, какое искусство, как будет развиваться это искусство, и как это будет сочетаться с городами наши? Вы знаете, я вот соглашусь с Дарьей с тем, что, конечно, уличное искусство, оно позволяет человеку эмоционально, психологически освоить город. И вот, ну, как говорят, интерьеризировать даже, может быть, присвоить его, сделать для него, как бы, так сказать, живым, освоенным, родным, любимым или нелюбимым. Поэтому в этом, конечно, такая особая роль, если мы говорим про современную урбанистику, современная урбанистика, она все-таки, я бы ее назвала, гуманитарной. Она ориентирована на человека, не на то, чтобы подавлять, не репрессивное, а гуманитарное. Чтобы дать ему возможность, в общем, выйти и найти вот этот вот диалог со средой, с городской средой, чтобы он чувствовал, что это его среда. Я считаю, что стрит-арт – это возможность общественного диалога. И она, конечно, сейчас будет развиваться. Очень хочется, чтобы это не приняло как-то все-таки, ну, может, потому что я в силу возраста уже такой человек, уже как-то хочется, чтобы это были не агрессивные формы. Но я считаю, что это художественный, или я вот с вами полностью согласна, что скорее творческая форма общественной коммуникации. И она важна, она способствует и развитию города, она способствует и тому, чтобы жители чувствовали определенную солидарность, в том числе гуманитарную солидарность, и разделяли, как бы, ценности не только свои, но и, скажем, там, ближайших соседей или других групп и так далее. Я думаю, она будет развиваться. Я за то, чтобы она активно развивалась. Мне совсем не все нравится, очень консервативный художественный, может быть, там, человек. Но, тем не менее, я считаю, что, конечно, особенно у молодежи более радикальный форум не имеет права, конечно, на то, на совместное пространство. Ольга, а в какой форме искусство стрит-арта будет, по-вашему, развиваться? Здесь ведь вопрос в чем, что пространство стрит-арта формировать должна архитектура. У нас сейчас одна из драматичнейших проблем, что у нас существует только строительство, а архитектуры как вида искусства практически не существует. Сейчас архитектура поставлена в систему дисциплин между ЖКХ и электроснабжением. Понятие архитектурный дизайн, дизайн архитектурной среды ликвидировано. На сегодняшний день его нет в системе подготовки. Ландшафтная архитектура поставлена между дендрологией и почвоведением. Вы представляете, что мы заокладываем? Уничтожение творческого начала здесь на корню. Поэтому и архитектура между ЖКХ и электроснабжением, кроме строительства, нам дать ничего не может. Она должна стоять в творческих специальностях, а ее на сегодняшний день лишили права быть творческой специальностью. Конечно, это вызовет протест. Конечно, строительство – это не искусство. Это высокие технологии, все прекрасно, но нам нужна архитектура. А будет архитектура, будет архитектурная среда. Игнорирование того, что собой представляет архитектура, которая всегда выражает позитивный, социально приемлемый идеал. А если его нет, имеем, что имеем. Каждая из стрит-арт и паблик-арт, как мы теперь понимаем, это абсолютная примета времени. Если я свое детство вспоминаю, это либо те самые слова на заборе, либо это огромные, как это теперь, я знаю, называются муралы. Я росла в Ростове-на-Дону, и около гостиницы, где жили иностранцы, интурист, было огромное панно. Леонид Ильич Брежнев подписывает Хельсинское соглашение. Народ говорил, что он записывает всех, кто в этот ресторан ходит для ПГБ. То есть это приметы времени, ровно как сейчас, сериалы или фильмы про то время, обязательно будет надпись навстречу какому-то съезду КПСС и так далее. Что останется от нашего времени в этих двух видах искусства, Александр? Ну, кроме муралов на центральной площади, наверное, вот я из своего детства вспоминаю расписанные трансформаторные будки во дворах. Это стрит-арт. Которые стрит-арт, думаю, что ни с кем не согласованные часто. И здесь я бы, наверное, еще сказала, что как раз строительство, в отличие от архитектуры, как раз провоцирует стрит-арт в большей степени. Потому что, в отличие от архитектуры, строительство создает вот эту нейтральную, достаточно агрессивную, или даже не агрессивную, а на самом деле уныло-индифферентную, безликую среду, которую как раз средствами искусства и хочется как-то очеловечить. В то же время, я думаю, что, глядя на то количество фестивалей стрит-арта, которые сейчас существуют, глядя на то, насколько стрит-арт в общем вошел в жизнь современного общества, мне кажется, что как протестная форма, он как раз теряет свой запал, превращаясь действительно в важный инструмент урбанистики, в неотъемлемую часть современного ландшафта. И, наверное, именно таким он как бы и останется от нашего времени. А искусство найдет себе какую-то новую нишу, новое пространство для радикального художественного жеста. Ну что ж, я сегодня узнала... Вы знаете, еще один момент. У нас же был прекрасный опыт у Новиса, который в Витебске в 18-19 году давил до ручки все совершенно население своими террористическими стрит-артовскими опусами, что Луна Ачарский их приказным порядком отозвал в Москву тихо преподавать во Вхутебасе, чтобы привести это в порядок. У нас богатые истории на этот счет. Да, спасибо. Конечно, стрит-арт, как любое искусство, совершенно неоднозначно. Кто-то видит в нем вызов, кто-то глубокие философские размышления или протестные настроения, а кто-то фон для симпатичных фотографий. Я Елена Афанасьева. Прощаюсь с вами. Пишите нам, предлагайте свои темы, и мы встретимся в этой студии и обязательно поговорим.